Ну что, переходим, наконец, к разбору инструментов и сегодня о Google Workspace. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Из всех инструментов Google Workspace нам понадобится только Google Disk и Google Docs. Советую для базы создать отдельный аккаунт, поскольку на бесплатном тарифе Google дает только 15 гигабайт. Это много, но если это ваш рабочий аккаунт, в какой-то момент место может закончиться. А принадлежность аккаунта в данном случае не важна, все решается раздачей прав. Создаем папку базы знаний и в ней под папки в соответствии с заранее созданной картой. Пока все просто. Теперь раздаем права. Раздавая права на корневую папку, мы тем самым даем пользователям права и на все вложенные. Соответственно, это нужно сделать только один раз и только на одну папку. Добавляйте пользователя-пользователей и я бы вам настоятельно не советовал давать им права редактора. Ну то есть запретить не могу, но так не делают. Если вы хотите получать обратную связь, можете разрешить комментировать, а можно и этого не разрешать. Но обратная связь вообще-то хорошо. Все, теперь у пользователя где-то снег, есть право читать и комментировать все документы во всех папках и под папках. А если вдруг вы хотите сделать кого-то соавтором раздела, ну или ответственным за раздел, вы просто даете ему право редактора на какую-то конкретную папку. Тут он может комментировать, тут он может редактировать. Опять же, все документы во всех под папках. Давайте их создадим. И вот у него есть право редактирования. Так, теперь важная информация для сотрудников, пользователей базы. Где ее потом искать? Это, наверное, самый важный шаг и самый простой, и его нужно сделать только один раз. Влепите строгий выговор тому, кто этого не сделает, и подойдет к вам спустя месяц с вопросом, а где это ваша база знаний, я не знаю. Если вы кому-то даете доступ, документ появляется у него в доступных мне. Часто этим человек ограничивается, он заходит, видит, даже заглядывает и уходит. А потом это проваливается куда-то вниз, теряется и все. А где это ваша база знаний? Инструкция номер раз. Добавьте ее в помеченные и заставьте сделать ваших сотрудников так же. То есть правая кнопка мыши и добавить в помеченные. Все, теперь не затеряется. У меня при том, что я активно работаю с Google Диском в помеченных не больше 20 файлов и документов. Еще можно добавить ярлык на диск, но это уже не так актуально, поэтому расскажу об этом ближе к концу. Так, ну и собственно, что такое база знаний? Это набор документов. Дальше вы просто создаете Google Docs и записываете туда все, что составляет костяк знаний вашей организации. Причем я советую создавать отдельные документы, а не валить все в один. Называть нужно понятно и по возможности длинно, чтобы в названии присутствовало и описание. То, о чем идет речь в документе под названием «Взрываем код» пойму только я. А в корне вашей базы знаний нужно создать документ «Инструкция по использованию базы», где описать все, что касается структуры и правил пользования. Можете туда добавить просто этот мой урок, и через 5 минут все все будут знать. В принципе, ваша база готова, теперь осталось ее наполнить. Но есть еще ряд полезностей, о которых можно упомянуть, а именно. Удобная вещь – история, где отображаются все последние изменения. То есть появился новый документ, отмашка для сотрудников, что его бы хорошо почитать или хотя бы пробежать по диагонали. История и свойства скрываются по значкам «I». Вот как это выглядит у сотрудника. Это второй мой аккаунт, к которому мы дали доступ. Во-первых, добавляем папку в помеченные. И во-вторых, смотрим, что тут происходило за последнее время. Дальше. Кстати, неправильно я назвал папки, так как название отображается тут не полностью. В названии важны первые 2-3 слова. Из них человек должен понимать, о чем тут идет речь. Полезность номер 2 – поиск на диске. Лежит на поверхности, но также далеко не все пользуются. Если вы не знаете, где лежит документ, но примерно догадываетесь, как он может называться, можно воспользоваться поиском. Так вы ищите в корневой папке с базой, так ищите в папке концепции рубрики. Кстати, если выбрать вот здесь поиск в разделе, то он откроет в повалку все документы и папки, которые есть в разделе. Тоже может быть полезно. Дальше я говорил, что хорошо бы выделять обновление статей. Тут тоже на поверхности. Просто это надо зафиксировать в инструкции по пользованию базой. Все новеллы вы выделяете каким-то цветом. Ну, скажем, вот таким желтым. То есть этот цвет только для обновлений. И по мере появления новых обновлений, простите за тавтологию, снимаете это выделение, выделяете новые абзацы. Сотрудник видит, что у нас обновилась информация и более того, может посмотреть, а что, собственно, было до этого через историю версии. Вот так. Было 10-15 минут, теперь 15-25. Ну и последняя полезность. Если помеченные у вас все-таки забиты и вам сложно найти базу, можно добавить ее ярлык к себе на диск. Добавляете. Куда положить ярлык? Давайте положим в корень. Имейте в виду, что это именно ярлык. Сама база остается там на основном аккаунте. Вы не переносите ее к себе на диск. Но кажется, что лежит она тут у вас. Поэтому я говорил, что под базу лучше создавать отдельный аккаунт, чтобы не делить с ней свое дисковое пространство. Даже если вы руководитель организации или администратор базы. Она лежит где-то там, вы добавляете ее ярлык к себе и работаете как будто на своем гугл диске. Удобно и в этом случае, и во многих других. На этом сегодня все. Еще я хотел рассмотреть Асану. Но на этот счет возникли определенные мысли, которыми я поделюсь с вами в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok